Четыре самки, два самца. Такая семья из африканских страусов живет в зоопарке на садгороде. Уже неделю они в центре внимания. Все дело в несезонном для них размножении. Начиная с 1 октября, каждый день в вольере страусов находят до трех яиц. Это настоящие страусиные яйца. Вес одного – 1200 граммов. В нем три десятка куриных яиц. Представляете, если ими стукаться на Пасху? Вообще в Африке размножение страусов в октябре – это нормальное явление. А вот в нашем климате они обычно несутся с марта по середину июля. И за 7 лет жизни страусов во Владивостокском зоопарке яйца осенью хозяева находят впервые. Может быть, ожидается потепление. Либо страусы настолько повзрослели, что они стали нестись больше и дольше. Эти страусы сами выведены в инкубаторе. Поэтому, по словам специалистов, у них нет родительского инстинкта. Хотя поначалу самец яйца вроде охраняет. Во всяком случае, не позволяет вынести их с вольера. Пробираемся вдоль забора, прячемся за столбиком. Потом, значит, хватит яйцо и бежать. А вот сейчас, сколько яйцо к страусам не подноси, они его не узнают и никак не реагируют. Ну, они думают, съедобно это или не съедобно. Может, это капуста. Мы решили провести эксперимент. Хозяин зоопарка заходит в вольер и возвращает яйцо на место. Со стороны страусов – ноль внимания. Одна самка на время заинтересовалась, но уже скоро не вылупившийся птенец остался сам по себе. Забрать его во второй раз не составляет труда. Самец лишь принял хозяина зоопарка за самку, так как он в серой куртке, да еще и с яйцом в руках. И начал перед ним вытанцовывать. Эти страусы высидеть яйцо не в состоянии. По правилам, на это нужно полтора месяца, необходим теплый песок, всего 40% влажности и отсутствие дождей. Во Владивостоке о таком можно только мечтать. Раньше хозяева зоопарка сами инкубировали яйца, но от этой идеи вскоре отказались. Слишком много хлопот. Так как птенцов из этих яиц не получится, их продают посетителям или съедают, так же, как куриные. Кстати, они очень полезные и питательные. Их даже рекомендуют бодибилдерам для наращивания мышц. А еще страусиные яйца можно использовать как сувениры. Пальцем закрыли дырочку, сделали с этой стороны побольше. Ножиком, просто большой нож и пяточкой ножиком вот так можно пробить, скорлупу аккуратно убрать. И затем побольше тазик только надо взять, потому что возьмете миску, она там через край. Вот она круглая, кажется, небольшой объем, но на самом деле много. Хозяева зоопарка думают, что перестанут находить страусиные яйца с первыми морозами. Хотя в ноябре уже начнут нестись страусы Эму. Для них зимний период как раз самое время. Ирина Мокрецова, Андрей Макаров. Новости на Восьмом.